Здравствуйте, дорогие друзья! Четверг, а очередная неделя приходит к своему завершению, а это означает, что время информационному блоку от Славянской Церкви. Несколько слов о событиях, которые нас ждут уже в ближайшую субботу и в ближайшее время. Начну, как всегда, с того, что же нас ждет в эту субботу. А суббота у нас особенная, праздничная, так как у нас будут торжественные служения и утром, и вечером, и все они будут посвящены благодарению. Мы будем благодарить Бога за все его благословения, которые он посылает в нашу с вами жизнь. У нас будет много гостей, поэтому, пожалуйста, повторяю это уже в третий раз, наверное, будьте готовы пригласить кого-то к себе на обед. Вечером у нас будет торжественное служение, целая концертная программа. Начнется она в 6 часов вечера, и у меня к вам есть очень большая просьба, особенно к тем, кто является членами нашей Церкви. Сгруппируйтесь таким образом, чтобы из дому вы ехали на одной машине всей семьей. Потому что парковки будет катастрофически не хватать. Поэтому, пожалуйста, сделайте все со своей стороны, чтобы помочь в решении этого вопроса. Ну и просто так же будьте внимательны ко всем гостям, которые будут на нашей программе. Меня спрашивают по поводу регистрации. Я думаю, что если вы сталкивались с рекламой этого мероприятия в Инстаграме, на Фейсбуке, или на нашем веб-сайте, то вы всегда видели, зарегистрируйтесь, или слышали это приглашение, зарегистрируйтесь. Зачем нужна регистрация? Ну, во-первых, как сказано в ролике, для того, чтобы забронировать место. То есть у нас будет отделена целая секция для тех людей, которые прошли регистрацию и решили, что они бы хотели быть уверены, что будет здесь сесть. Поэтому, если у вас есть желание, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Но если вы не зарегистрировались, мы все равно рады вас видеть. Я думаю, что место все равно найдется, и мы все сможем провести чудесным образом это время. Желаем всего вам самого наилучшего и ждем вас на нашем утреннем служении в эту субботу, а также и на вечернем. Так, в связи с торжественными служениями в эту субботу, у нас не будет программы по изучению Библии, которая проходит каждую субботу в 5 часов. Так что следующая встреча будет через субботу. Жду вас с нетерпением. Также хочу сказать, что в это воскресенье в 5.30 вечера детский отдел ждет всех, кто имеет желание на Movie Night. Они ждут всех, у кого есть дети от нуля до 15 лет. Это, опять-таки, как я уже говорил чуть раньше, будет чудесное время для того, чтобы познакомиться поближе, заиметь новых друзей и просто приятно провести время в кругу братьев и сестер. Так что ждем вас всех в воскресенье в 5.30 вечера. Ну и еще одно объявление. У нас есть особенный проект, который мы хотим осуществить нашей церковью с 19 по 26 ноября. Это с воскресенья по воскресенью. И этот проект касается детей из Украины, которые по причине войны оказались в школе-интернате в Майло. Это тут недалеко, на границе между Калифорнией и Орегоном. Там всего находится 19 детей. Это все дети уже старшего школьного возраста, high school, как мы тут говорим, то есть где-то 16-19 лет. И часть из них, или большая часть из них, согласились приехать к нам в гости, когда мы их пригласили. Большинство из этих детей больше, чем полтора года не видели своих родных и близких. И мы бы хотели дать им возможность окунуться в семейную атмосферу наших славянских семей, дорогие друзья. Мы хотим пригласить этих детей к себе на осенние каникулы. Повторюсь, это с 19 по 26 ноября. Наш молодежный отдел готовит целую программу для них на протяжении всей недели, куда они будут ехать, где они будут встречаться. Но нам нужно их поселить и приютить, если так можно выразиться. Пятеро детей из этой группы уже согласились взять к себе некоторые члены нашей церкви. Но осталось еще шестеро детей. Три парня и три девчонки. И если вы были бы готовы принять их к себе пожить на эту неделю, это было бы огромным благословением для этих ребят. Ну, и я думаю, также и для вас, потому что это возможность послужить кому-то. Поэтому, друзья, если вы готовы принять участие в этом проекте, взять к себе на неделю кого-то из ребят из этой школы, пожалуйста, обращайтесь по номеру телефона 916-793-5129. Это номер телефона нашего пастора Александра Ханчевского, который курирует этот проект. Напомню еще раз номер телефона 916-793-5129. Давайте вот в этот праздник благодарения, который есть у нас в нашей семье, мы сделаем подарок и примем кого-то, кто приехал сюда из-за океана по непростым причинам, как когда-то индейцы приютили первых пилигримов вот на этом континенте. Приглашаю вас стать частью этого праздника, который мы бы хотели подарить и этим детям. Перехожу к нашему молитвенному блоку. Прошу вас и дальше молиться за нашу сестру Валентину Жигарна. Дорогие друзья, сегодня посещал ее, ее выписали уже из больницы, домой. Но, кто понимает, о чем я говорю, ее отправили на хоспис домашний. Она в очень тяжелом состоянии и очень тяжело. И рядом с этим очень непросто родным и близким, которые за ней сейчас ухаживают. Поэтому я очень прошу вас, молитесь, чтобы Бог прекратил эти страдания, эти мучения, чтобы укрепил, чтобы дало силы родным и близким, потому что это очень тяжелое время для всей их семьи. Пожалуйста, не забывайте о ней в ваших молитвах. Также мы продолжаем молиться за нашу сестру Таню из Закарпатия, за нашу сестру Ларису Подоляка. Конечно же, мы и дальше молимся за прекращение войны в Украине, за разрешение конфликта на Ближнем Востоке. И выражусь вот этой фразой за мир во всем мире. Насколько это возможно, чтобы Бог это делал. Пусть Бог укрепит и поддержит каждого из нас своей рукой. В заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это послание апостола Павла в Ефес, 5 глава, 20 стих. Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа. В канун вот этого праздника благодарения в нашей Церкви хотелось бы, чтобы мы помнили, нам есть за что благодарить нашего Господа. Даже в самых сложных обстоятельствах нашей жизни. Пусть Бог даст нам силы видеть Его любовь, которую Он проявляет каждому из нас. Всего наилучшего, дорогие друзья. И до встречи на наших служениях, тут в Церкви в эту субботу, или же в прямом эфире. Редактор субботников А.Семкин Корректор А.Егорова